Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков светлов». И с нами сегодня наш коллега из Калининграда, теперь уже в самоизоляции, согласно требованиям федерального законодательства, Андрей Малевич, трейдер и управляющий активами. Приветствуем вас, Андрей! Приветствую, Игорь Николаевич! Как вам начинается, как вам видится торговля с новой точки зрения, теперь уже из дома? Что интересно, на что смотрите, чем торгуете? Ну, в общем и целом, для торговли изменений нет, конечно, а вот в качестве того, что с ноутбука приходится работать, ну, поработаем с ноутбуком, не первый раз. Понятно. А на ноутбуке у вас полновесная торговля, все, что надо, все есть, да? Ну, конечно, это же ноутбук, это резервный канал, он стоит просто всегда закрытый. Так работаешь с компьютером, но если что-то случится, ноутбук, он всегда под рукой. Понятно. Все, Андрей, вам слово, давайте посмотрим на графики. Итак, Игорь Николаевич, вы меня тогда, мой фейс, отключайте, чтобы был полный экран, чтобы люди видели все патировки и цены. Народ уже спрашивают, потому что много голосов. Так, как видно мой экран? Бежит, бежит интернет, ждем 1, 2, 3 секунды, все работает, вам слово, а ваше видео отключи. Так, приветствую, коллеги. Рад всех видеть и слышать. Главное, не болеть в текущее современное время. Итак, что у нас на данный момент по рынку? Как я увижу, расскажу все по-честному, скрывать не буду. Значит, перед нами наиболее популярная валютная пара среди трейдеров – это евро-доллар. На данный момент, в общем-то, пара находится в краткосрочном растущем тренде. Мы вывели данный инструмент из среднесрочного падающего тренда. И, в общем, сейчас непосредственно стоим на отметках 0,987. В общем-то, я думаю, что мы продолжим движение по тренду. Я думаю, котировка двинется сегодня. Сегодня-завтра, я думаю, постоим на отметке 0,987, 0,953. Возможно, даже сходим на 0,926. И по тренду продолжится. Если сегодня-завтра закрепимся выше отметки 0,9, то есть уровня 0,987. Андрей, ты видишь, выбил демонстрацию рабочего стола. Можем перезапустить? Конечно. Пробегнул интернет и выбил демонстрацию. Останавливаем и опять начать демонстрацию. Поделиться. Все видим хорошо. Отлично. Что я думаю? Значит, я думаю, возможно, либо мы сегодня-завтра закрепимся выше отметки 0,987. И дальше движение продолжится в направлении краткосрочного растущего тренда к отметкам 10,91. И, возможно, пойдем повыше в район 11,82. Либо другой вариант пойдем на очень сильный уровень поддержки и сопротивления. Зеркальный уровень 0,926. Уровень достаточно сильный. Себя уже зарекомендовал. Я думаю, сходу его не получится пробить. Тем более, что волатильность уже, видим, на рынке падает. И, в общем-то, я тоже думаю, что от него, возможно, какая-то консолидация, сбор стопов. И тоже двинемся в направлении краткосрочного растущего тренда. Но к отметкам, как минимум, я думаю, 10,24, накруглено 10,25. И к отметкам 10,91 и, возможно, даже на 11,82. То есть, в общем-то, отрабатывать данный инструмент, как я вижу, от лангов. Так, по фунту. По фунту, в общем-то, ситуация схожая. По данному инструменту, в общем-то, котировка отрисовывает краткосрочный растущий тренд. В общем-то, стоим возле границ очень важного уровня 24,17. Уровень примечателен тем, что совсем недавно мы от данного уровня видели заход очень крупного продавца. Отсюда были объемы, которые, в общем-то, продавили инструмент вниз, в район 14,47. Оттуда отбились, пришли сюда, сейчас где стоим в этой области и стоим ниже этого уровня. Для того, чтобы котировка развернулась и начало движение в направлении покупок, надо, чтобы данный инструмент закрепился выше отметки 24,17. То есть, начало уровня, вот отсюда я уже показал. И, в общем-то, потом можно рассчитывать на довольно сильное движение в район 27,47. Если данный инструмент уведут за отметку 22,83, то оттуда, в общем-то, направление движения будет продолжено и двинемся в направлении шартов. К слову сказать, еще нужно, чтобы можно говорить о хорошем каком-то падении, надо, чтобы данный инструмент вывели из краткосрочного растущего тренда. Вот он перед вами, вы его видите. На данный момент угол движения цены направлен наверх, его нужно сломать. То есть, должно быть вот такое движение с закреплениями ниже 22,83. И только тогда можно будет говорить о каком-то хорошем движении в сторону шартов. Пока можно говорить только о лондах. Но, повторяюсь, нужно закрепиться выше отметки 24,17. Но уже, в общем-то, видно движение со стороны покупателей. Уже ударились в район 22,83. Оттуда произошел отбой. Собрали стопы. И, в общем и целом, в общем-то, нужно дожидаться какого-то хорошего импульса, хорошего перелома, скажем так, тенденции локального тренда. Где-то от нижней грани краткосрочного растущего тренда. Кто, в общем-то, у меня обучался, он знает, о чем я говорю. Дожидайтесь импульса и дальше расторговывайтесь в том направлении, в том направлении, куда идет тренд. Австралиец. По австралийцу, в общем-то, ситуация схожая. В общем-то, котировка стоит, котировка находится в краткосрочном растущем тренде. Это, в общем-то, локальный тренд. В общем-то, вся конструкция по данному инструменту смотрит вниз. Видно, что в данном инструменте, скажем так, долгосрочная и среднесрочная находится продавец. Угол движения цены по данному инструменту глобально смотрит вниз. Но, в общем-то, в моменте данный инструмент находится, как я сказал, в краткосрочном растущем тренде. Поэтому, думаю, в моменте движение наверх продолжится. От отметки, достаточно важный уровень, 61.04. Я думаю, сегодня-завтра будет ретест, консолидация возле этого уровня. Если котировку не уведут ниже этого уровня, то движение наверх продолжится, как минимум, в район 6301. Далее будем смотреть на волатильность по данному инструменту. И довольно быстро могут внести в район 64.32. То есть, пока я вижу все от лонгов, до тех пор, пока не вышли из краткосрочного растущего тренда. И пока не сломали угол движения цены в краткосрочной перспективе. То есть, от лонгов. Также я хочу сказать, что здесь формируется такое консолидационное движение. И уже прижимаемся к нижней грани. И уже прижимаемся к нижней грани краткосрочного растущего тренда. Вот так вот подтянем его вот сюда. То есть, у нас, в общем-то, есть раз-точка. Сейчас я их нанесу. То есть, это уже, как бы, тут можно рассматривать как сигналы. Раз. Два. Три. И вот сюда надо, чтобы котировка прижалась. И, в общем-то, дальше, я думаю, что можно отрабатывать данные инструменты. Пока не мере он не интересен. Схожая ситуация с новозеландцем. Скажем так, еще даже лучше это все просматривается. Стоим непосредственно сейчас на уровне 0,5975. Уровень достаточно значимый. Крайний раз от него заходил продавец и, в общем-то, обновил лоу по данному инструменту. Возили данный инструмент на отметку 0,5470. Обновили минимумы. Оттуда отскочили. И, в общем-то, пришли к уровню 0,5975. Еще раз его повторю. И, в общем-то, стоим непосредственно на этом уровне и на нижней границе краткосрочного растущего тренда. Также, если посмотреть на данный инструмент непосредственно в 4 часах, то видим консолидационный канал. Еще пока без пробоя. Но, я думаю, пробой будет где-то в моменте сегодня-завтра. И, в общем-то, его в 4 часах нужно отрабатывать. Вот. Отрабатывать, естественно, направление лонгов. С отметками первое. 61, 56, 61, 93, 62, 84. Даже вот так вот довольно глубоко. То есть, первые, первые ориентировочные консолидации где-то стоят вот здесь. Это 61, 93, очень большая вероятность, что инструмент там будет. По канадцу. Противоположная ситуация. В общем-то, данный инструмент сейчас непосредственно находится на глобально важном уровне. Прямо сейчас в моменте на нем стоит 4,186. В общем-то, отрисовали гипотетический падающий канал, скажем так, в направлении продаж. В общем и целом, по данному инструменту, краткосрочный угол движения цены направлен вниз. Приоритет в моменте находится на стороне продавцов. Также внутри этого краткосрочного падающего тренда отрисовали локальный тренд, растущий локальный тренд. В общем и целом, ситуация видится к тому, что будет отбой от уровня 4,168 в направлении шартов. Я думаю, по данному инструменту подтащат его в район 40,97, 39,92 и, возможно, пойдем еще ниже на 38,67. Если посмотреть в часах, то нужно, в общем-то, дождаться хорошего пробойного импульса со стороны продавцов. Дальше уже цепляться за него и, в общем-то, отрабатывать данный инструмент по тренду. Франк. Ситуация схожая с канадцем. Непосредственно стоим на... В дне непосредственно сейчас стоим на глобально важном уровне поддержки и сопротивления 96,29. Что говорится, без комментариев. Выступал в уровне поддержки и сопротивления. Были от него и ложные пробои, и отбои, и консультационные движения с пробоями. И снова ложные отбои. И сейчас стоим, непосредственно подошли на него. Торгуемся, ну, можно сказать, прямо непосредственно на нем, чуть-чуть в моменте выше него. На данный момент у нас приоритет на стороне продавцов. Подошли к нижней, к верхней границе краткосрочного падающего тренда. И я, в общем-то, думаю, что будет прорыв по данному инструменту вниз. Все это выглядит примерно вот так. В район отметки 95, 71, 95, 17. То есть, я, в общем-то, вижу данный инструмент от шартов. Единственное, нужно правильно зайти там, заходите по своим системам. В общем-то, ну, естественно, конечно, нужно дождаться какого-то сигнала. И уже от уровня 96, 29, от рубля 30, и от верхней грани краткосрочного падающего тренда зашортить доллар против франка. Доллар и иена. Здесь ситуация выглядит таким образом. Очень похоже, кстати, на доллар-франк. Непосредственно стоим на очень важном уровне 108,46. Тестируем данный инструмент, тестируем этот уровень снизу наверх. Думаю, если сегодня, максимум завтра, не возьмут уровень и не пробьют, и не уведут, и не закрепятся выше данного уровня, то, в общем-то, можно формировать позиции в направлении шартов в район отметки 106, 106, 76. И, в общем-то, отрабатывать данный инструмент по тренду. То есть, напомню, тренд у нас падающий, соответственно, угол движения цены находится направлен вниз. Инициатива на стороне продавцов. Ко всему в придачу здесь еще 200-дневная скользящая средняя, которая тоже выступает в качестве сопротивления на данный момент. И, в общем-то, я думаю, будет отбиваться, и пойдем на отметку 106, 76. К слову сказать, что данный уровень у нас выступал и в роли поддержки, и в роли сопротивления. Видели мы на нем и консервизационные движения, которые также подходили снизу вверх совсем недавно. Ударялись в данный уровень, ударялись в 200-дневную скользящую среднюю, в верхнюю грань краткосрочного падающего тренда. И после этого были достаточно сильные движения, после которых обновили. Ситуация, в общем-то, похожая. Но считаю, что силы у продавцов пока не так много, как здесь. Вот здесь была и паника, и эйфория. Но, в общем и целом, все равно он смотрится с хорошим запасом в направлении шартов. И думаю, что его нужно отрабатывать. Тем более, что данный уровень достаточно сильный. Видели мы на нем много и ножных пробоев, и отбоев. Но много паттернов было, где игроки отбивали этот уровень. И надо сказать, что он себя на истории уже зарекомендовал. Соответственно, нужно отторговать его в направлении тренда. Рублю. Ну, что я могу сказать. Если посмотреть в дне на данный инструмент, то, в общем-то, видно, что данный инструмент вывели из, скажем так, среднесрочного растущего тренда. Замкнулись между двумя уровнями 80, 44, 77, 58. Торгуемся в зоне этих двух уровней. Но, в общем-то, я по-прежнему считаю, что приоритет находится на стороне покупателей. И, в общем и целом, данный инструмент нужно отрабатывать от лонгов, от уровней 77, 58. Но, если повезет и закроют гэп, нарнем ниже, примерно от отметки, может быть, 76.00. И, возможно, еще даже ниже сходим на 74, 77, 74, 90. То есть, ну, 75. То есть, в общем-то, данный инструмент интересен от лонгов. Но, знаете, я его не шашчу. Только от лонгов. И, в общем-то, если посмотреть в 4 часах, то уже видны пробойные движения, видны импульсы со стороны покупателей. В общем-то, сейчас идет, может быть, очень резкий заброс со стороны продавцов. В общем-то, вот сейчас я нарисую, как это может быть. Либо еще раз ретест уровня 77.60. Либо с быстрым забросом, с такой шпикой, со сбором стопов. Дальше вылет сюда. Ретест, которого, возможно, может и не быть. И далее в направлении лонгов. Вот. То есть, отрабатывает данный инструмент от лонгов. С золотом. По золоту, в общем-то, скажем так, в последнее время очень высокая волатильность, да и по всему рынку. Инструмент, в общем-то, сейчас непосредственно находится в долгосрочном растущем тренде. И пытались данный инструмент с этого тренда вывести, но потом мощными, скажем так, импульсами покупатели вернули данный инструмент на место, там, где он должен быть. Но пока не считают. То есть, в направлении растущего тренда. И, в общем-то, сейчас непосредственно стоят на отметке 16.11. Уровень достаточно важный. Также под ним непосредственно находится уровень 15.88. Космически сильный уровень. Достаточно важный. Выступал в роли поддержки и сопротивления. Зеркальный уровень. В рамках текущего тренда, думаю, в моменте могут сходить к этому уровню 15.88. Оттуда, в общем-то, отбиться и повести инструмент в направлении отметок 16.33, 16.45. Куда-то сюда. При текущей волатильности, при текущем рынке инструмент могут утащить очень быстро на 16.70, 16.83. Куда-то сюда. То есть, я думаю, надо данный инструмент отрабатывать от лангов в направлении движения краткосрочного растущего тренда. И краткосрочного растущего тренда, и долгосрочного растущего тренда, где, в общем-то, вся инициатива на стороне покупателей и, в общем-то, золото смотрится наверх, и отрабатывать нужно от лангов. Так, теперь идем на удаленный доступ. Некоторые инструменты я не могу, еще не сделал, чтобы они у меня работали на домашнем ноутбуке. Вот. Но что я могу сказать, сейчас перед нами нефть автобренд. Данный инструмент, он, в общем-то, находится и в глобальном падающем тренде, в среднесрочном падающем тренде. И, в общем-то, на данный момент уже и в краткосрочном падающем тренде с пробоем консолидации. И уже, в общем-то, видна точка, откуда загружался игрок, который, в общем-то, повел и пробил уровень 24.36. Сейчас идет непосредственно торговля под этим уровнем и тестируем этот уровень снизу вверх. То есть, напомню, он выступает уже в качестве сопротивления. О каком-то росте данного инструмента пока говорить рано. Находится он, скажем так, вся инициатива здесь находится пока на стороне продавцов. Угол движения цены и краткосрочный, и долгосрочный, и среднесрочный направлены вниз. И просматривается отметка 19.87. То есть, в принципе, если сегодня, завтра, послезавтра не закрепится данный инструмент выше отметки 24.36, то, думаю, в моменте мы увидим отметку 19.78. Но проблем 20. То есть, поведут инструмент еще ниже. Ну, посмотрим, как там себя поведет инструмент. Чем ниже, тем он становится интересней для покупок. Но, в общем и целом, я хочу сказать, что о каком-то, скажем так, росте можно будет, по данному инструменту можно будет говорить только после. Сейчас, момент. Только после того, как данный инструмент выведут из краткосрочного падающего тренда, закрепится данный инструмент выше отметки 28.33 и далее уведут выше отметки 30.79. Я уже про нее говорил. Оттуда уже можно будет рассматривать данный инструмент, в общем-то, к тому, чтобы формировать позиции дальше в направлении движения лангу. Но пока нужно дождаться. Извините, у меня здесь все некорректно работает, как могу так показывать. Поэтому, в общем-то, думаю, что пока рассуждать о каком-то росте рано. Нужно дождаться, как минимум, чтобы данный инструмент каким-то консультационным движением вывели из краткосрочного растущего, падающего тренда, извините. И уже дальше, может быть, если закрепится выше отметки 24.36, уже можно будет рассуждать о походе наверх. Пока еще рано. И в моменте проглядывается отметка 19.78. Далее. Далее, значит, у нас индекс доллара. Что я могу сказать по индексу доллара? В общем-то, данный инструмент в последнее время весьма и весьма волатилен. Поэтому я нарисовал такие размашистые движения по нему. в общем-то, на данный момент инициатива по данному инструменту находится на стороне продавцов. Находимся, скажем так, долгосрочные, среднесрочные в растущих трендах. И, в общем-то, отрисовали краткосрочный падающий локальный тренд внутри среднесрочного тренда. Я думаю, данный инструмент поведут в ближайшее время к отметке 99.88. Удар. Далее в обратную сторону ретест. И уже к отметке в направлении движения по краткосрочному падающему тренду к отметке 98.56. И ниже в зону скопления горизонтальных типовых объемов примерно я думаю вот сюда вот куда-то 200-дневный скользящий средний к уровню 98.36 98.00 и к нижней грани среднесрочного растущего тренда. То есть как-то вот так. То есть, в общем-то, данный инструмент просматривается от шартов и в моменте я вижу приоритет находится на стороне продавцов. вот значит что касается по рынку в общем-то я обзор дал направление дал можете подторговать по моей торговле в общем-то я торговлю остановил по автоматической торговле у меня просадка 22.20 вот такая круглая цифра но торговля повторяется остановлена на рынке была повышена волатильность только единственное вот вчера под вечер я уже увидел скажем так что волатильность начала спадать и увидел свои рабочие диапазоны для своей автоматической торговой системы думаю в ближайшее время я уже буду все Игорь Николаевич я закончил если есть какие-то вопросы он будет рад ответить задавайте пользуйтесь ясненько понял хорошо спасибо Андрей вам за ваш обзор пожалуйста коллеги ваши вопросы Андрей как вы относитесь вообще к мерам по коронавирусу считаете их достаточными обоснованными или все-таки с недовольством как у вас я считаю что наша страна должна была объявить карантин например как это сделано в Германии я с Германией держу очень плотную связь я вижу что у них происходит я вижу то что они примерно мы идем по их пути в общем-то немцы такие люди достаточно основательные и тоже у них там сначала была какая-то изоляция все какие-то разговоры только после того когда начались трупы после этого они ввели достаточно жесткий карантин с космическими штрафами и так далее я считаю что в России нужно вводить карантин а не какую-то самоизоляцию смешную непонятный термин какой-то ввели придумали его на ходу но государство не хочет платить это понятно но тем не менее жизнь людей считаю дороже поэтому надо вводить кардинальные меры карантин до комендантского часа объявлять чрезвычайное положение я понял то что связано с эпидемиологией там чрезвычайная ситуация положение это военное а вот чрезвычайная ситуация это то что связано с заболеванием поняли вас ясненько но вот видите тут в этом плане я считаю что мы движемся получается в правильную сторону но там уже как дальше будут действовать увидим Андрей спасибо вам большое за ваш обзор и ваше точку зрения по наиболее важным проблемам вам хорошего дня и успешной работы сегодня спасибо Игорь Николаевич спасибо господа трейдеры всем здоровы в профилях еще раз будьте здоровы что я могу советовать это считать спасибо взаимно хорошего дня хорошего дня до свидания до свидания